Два часа дня в Одессе. Как всегда в это время информационная служба седьмого телеканала начинает свою работу в прямом эфире. Все, что известно, нам к этому часу расскажут мои коллеги и я, Максим Малынов. Добрый день. Крупная авария на первой станции Люздорской дороги. Вчера там столкнулись сразу четыре автомобиля. Одну иномарку и вовсе перевернуло на крышу. К счастью, обошлось без жертв. Моя коллега Кристина Немченко знает все в деталях. Авария произошла вчера вечером около 16 часов. Очевидцы рассказывают подробности. По Адмиральскому проспекту едет белый Лексус. Иномарка пытается проскочить на красный, но не вышла. Как и РАВ-4 стояли на светофоре. Был красный светофор, включился зеленый. Машины тронулись, а она влетела на несусветной скорости. Она ехала с Адмиральского. Она с Адмиральского летела так, что ее даже не видел никто. Лексус цепляет Ниссан, по пути задевает Тойота РАВ-4 и Митсубиши. После виновник аварии переворачивается на крышу. Очевидцы говорят, водитель изрядно превысил скорость. Сигнал около 100 км в час. В результате у Ниссана помят капот. РАВ-4 повезло меньше. Его передняя часть разворочена. Водитель иномарки в шоковом состоянии. Вдвился со стороны улицы Малиновска, становился на свой красный сигнал светофора. Этот Лексус вдвился по Адмиральскому проспекту. Проскакивал на свой красный сигнал светофора. Со стороны Люздорской дороги, со стороны Бреуса начинал движение Ниссан. У них произошло ДТП прямо на перекрестке. От удара Лексус начал клонить на бок. И вот боком он зашел уже в РАВ-4. Больше всего повезло Митсубиши. У авто только легкие царапины. Подробности ДТП сейчас выясняет полиция. Произошло ДТП. Пока виновника еще пока не знаем. Идется пока, как говорится, следствие. Проходится следственное действие. То, кого, на какой цвет и так далее. К счастью, обошлось без жертв. Девушка, водитель Лексуса, получила незначительные ссадины. От госпитализации отказалась. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, 7 канал. Ну, стоит ли говорить, что все те, кто пытается проскочить на красный сигнал светофора, рано или поздно оказываются в подобных ситуациях. Мы продолжаем выпуск. И далее снова ситуация с дорог. Одесса там не пропустил маршрутку на углу космонавтов и 25-й Чапаевской дивизии. Грузовой Вольксваген. Транспортер на киевских номерах не уступил дорогу рейсовому автобусу. От удара Богдан с пассажирами въехал на обочину и сплакнулся там с деревом. Вольксваген ехал транспортер. Ехал со стороны маршала Жукова по 25-й Чапаевской. У него стоит знак 2-1, уступи дорогу. И ехал по маршруту автобус с пассажирами. Получается, выезжал он, сейчас скажу, с космонавтов на 25-ю Чапаевскую. У него главная дорога. Ему автомобиль Вольксваген должен был уступить дорогу. И, соответственно, не уступил дорогу, после чего совершил столкновение. Выброшенный на тротуар автобус остановился в считанных метрах от жилого дома. Со слов патрульных полицейских, несмотря на то, что авария получилась довольно разрушительная, в маршрутке буквально разворотила переднюю часть, обошлось, к счастью, без пострадавших. Тело мужчины обнаружили спасатели во время тушения горевшего мусорного контейнера. Это произошло около часа ночи на фонтанской дороге 8. Личные данные и обстоятельства гибели человека устанавливают правоохранители. Причина возгорания тоже пока неизвестна. Она выясняется. Больше об этой трагедии мы расскажем в следующих выпусках новостей. Руководство территориального управления юстиции в Одесской области провело итоговое заседание коллегии. На нем обсудили первые результаты внедрения реформ. Что позитивного и какие недочеты принес этому ведомству уходящий год, узнавал мой коллега Игорь Хмурый. Перед началом заседания региональный руководитель юстиции напомнил о тех реформах, которые уже вошли в нашу жизнь и должны ее упростить. Это реформы в сфере выдачи сведоцпологовых домов, реформы в сфере регистрации и шлюбов, то есть можно зарегистрировать шлюб за дубу, безоплатная правовая помощь, онлайн-сервисы запроводжения, регистрация бизнеса через онлайн, кроме того, дать более широких повноважений ширшему колу органам регистрации и ряд других реформ, которые были проведены. Николай Станищук пришел в нашу область месяц назад. До этого он более 10 лет работал адвокатом, поэтому новых подопечных на заседании коллеги особо не жалел. Больше всех досталось государственной исполнительной службе, ведь скоро ей придется конкурировать с частниками. На сегодняшний день область по экономике судовых решений занимает не наиболее позиции по Украине. Это такие отделы, как Приморский, Суворовский, Подильский, Березовский, Беляевский, Розелянский, Савранский, Ширяевский. За эту недоработку главу помянутых подразделений вызвали на ковер, точнее на трибуну. Так начальник из Приморского района заявил, до конца года осталось еще целых три дня, и показатели обязательно улучшатся. Я перепрошу, а вы работаете сколько там, руководителям? Я работаю первым каждый год. Три года? За этот год не можно было сделать какие-то показатели? Чому лишается, за три дни вы думаете, что вы покажете показатели? Находжение в оконавчих проводжениях очень много. Сейчас кинетроплук, и все структури, суды и другие органы определяют в оконавчиках документов. Их надо обработать, и в связи с тем, так получается. Могут на добрых получать. Руководитель управления юстиции Приморского района пожаловался на нехватку кадров, так же, как и его коллеги из Суворовского и Подольского районов. В свою очередь Николай Станищук напомнил им о бонусной реформе, благодаря которой теперь исполнители могут получать 2-процентную премию от суммы выполненного судебного решения. Он посоветовал районным подчиненным активизировать поиск персонала и улучшение показателей. Иначе им самим придется искать новую работу. Игорь Хмур, Игорь Казанжи, 7 канал. На Приморском бульваре установили огромную елку в виде ангела. Высота арт-объекта 10 метров. Создано дерево из необычного материала. Для его оформления использовали 150 метров фольгированного утеплителя изолона. Открыли одесского ангела к католическому Рождеству. Декораторы говорят, что создавали красавицу три недели. Почему ангел? Ну, во-первых, это Рождество. И ангел, скажем, фигура ангела тут очень уместна. Во-вторых, хотелось дать некий посыл ангела, который хранит, охраняет наш город. С новостями на этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Все самое важное расскажем вам уже меньше, чем через два часа в 16.00. Я желаю вам, чтобы последние дни уходящего года были наполнены праздничным настроением. Увидимся с вами в 4. Надеюсь, новости будут хорошими. Счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok